Микс Ньюс Голова предмет темный, и следованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. После долгого-долгого перерыва я, наконец, опять в этой студии. И не один. Со мной пришел человек, который уже был в нашей передаче дважды. Известный рижский остеопат доктор Владимир Побенков. Привет. Добрый день. У нас сегодня будет такая тема общая, опять и для психотерапии, для достоеопатии. Вот только что прошел этот период карантина. И нам пришлось адаптироваться к совершенно новым, изменившимся условиям. Условиям работы, условиям образования, условиям поведения в быту. И кто-то адаптировался хорошо, а кому-то это далось большим трудом. И это стоило нервных потрясений, это стоило социальных изменений. От чего это зависит? Способность человека к переменам. Ну, она, наверное, называется и физическая, и психологическая, называется гибкостью. Гибкостью, эластичностью, адаптивностью, как хотите назовите. И наоборот, есть люди, которым очень трудно дается адаптация к меняющимся обстоятельствам. Они более консервативны. Это тоже, так вот ещё придём. Это свойство называется ригидностью, не гибкостью, жёсткостью. И вот мы сегодня с коллегой будем разговаривать о том, как выглядит ригидность и гибкость и в астерапатии, и в психотерапии. Почему мы пришли вдвоём? Потому что мы часто лечим одних и тех же пациентов. И это очень видно, где в человеке ригидность, на том уровне, кто работает, Володя, или кто работает, где она человеку очень мешает, где становится фактором патологическим, мешающим жить. Вот об этом мы сегодня и будем разговаривать. Наверное, начнём с того, дам слово Владимиру с точки зрения астерапатии. Ну, мы всё время, так или иначе, когда встречаемся, у нас красной нитью или главной темой является адаптация и способность человека к переменам, и готовность его к переменам. И невозможно изменить что-то одно в себе, потому что тело едино. Вот есть физический уровень, есть эмоциональный, психологический уровень. И если ты готов к изменениям, ты должен быть готов меняться на всех этажах. Потому что невозможно изменить часть ноги. Нога прикрепляется к тебе, и по-любому. То есть общий стереотип твой жизненный так или иначе, в конце концов, заставит ногу, с которой ты долго работал, вернуться в этот общий стереотип обратно. То есть мозг должен дать сигнал, соответствующий, чтобы нога что-то делала. Вообще всё начинается сверху, наверное, всё-таки. То есть если это связано с осознанностью, то, скорее всего, это начинается сверху. Есть обстоятельства, которые заставляют человека что-то делать, например, боль. Тогда это как бы идёт с физического уровня, но так или иначе мозг решает, что делать, как меняться и насколько меняться. То есть, например, может быть, слово «ригидность» иногда лучше заменить словом «инертность» в некоторых случаях. То есть, допустим, человек готов к изменениям, но он не может сделать выбор в силу каких-то обстоятельств или надуманных, или действительно существующих так или иначе. Ну, как-то так. Ну, то есть все взаимосвязаны, как известно. Ну, как вот всё как бы банально, да, как обычно. Нельзя отделить… Отделение души от тела – это уже смерть. Сколько всё это вместе у нас, оно как-то существует. Вот можно… Мы как бы старые вещи, если мы не можем с ними справиться, мы их называем по-новому. И тогда как бы у нас вот появляется новая задача. Мне, например, вот нравится новое… Ну, оно уже не новое слово – это синдром выгорания. То есть, вот все говорят, вот синдром выгорания… Но в основном эмоциональное как бы… Ну, оно так не может быть. Если ты эмоционально выгорел, ты и физически устал, да, потому что, ну, мозг, он вообще не отличает реальность и нереальность. Если ты себе что-то надумал, он начинает работать, как будто это происходит на самом деле. И можно ничего не делая, находясь в хорошем месте, но мечтая о более лучшем, очень сильно устать. То есть, хотя у тебя предпосылок не было. Вот. А вот про синдром выгорания. С медицинской точки зрения это третья стадия поселье. Это истощение. Ну, скажем, с точки зрения просто нормального языка – это усталость. Если человеку говорят, что ты устал, он начинает думать больше о себе, о том, почему я устал. Там, скажем, превышает ли то, что я делаю, мои возможности, или они не дотягивают до того, что я должен делать. Если говоришь синдром выгорания, человек начинает рассуждать в более социальном смысле. А вот я такой, достаточно модное такое, вот у всех менеджеров есть такой синдром выгорания. Значит, в принципе, это не так плохо. Просто я буду ходить с таким лицом, которое присуще людям, синдромом выгорания и так далее. То есть, имеется в виду, что совершенно в другую сторону его вносят. Хотя это, по сути, одно и то же. Ну, если я донес свою мысль. Мы, кстати, призовем наших радиослушателей звонить нам по телефону прямого эфира 6212-9399 и 672-13-9399 и рассказывать свои истории, принимать участие в нашей дискуссии сегодня, в нашем разговоре. Наверное, все-таки ригидность от усталости отличается. Потому что усталость проходит после обычного отдыха, в общем-то, более или менее длительного. Ригидность – это результат нарастающих изменений, как мне кажется, с точки зрения психологической, и куда более стойкая. И с точки зрения психологии, то ригидность делят на три вида – когнитивная, аффективная и мотивационная. Когнитивная ригидность – это когда самое простое. Человеку трудно воспринимать любые новые идеи. Это его пугает? И он этому сопротивляется? Даже не помню. У него есть сложившийся миропорядок, устройство, картина мира. Когда будут появляться какие-то новые вводные и заставляют всё это пересмотреть, ну, потому что, оказывается, Земля не стоит на трёх китах, или что Солнце и Луна не прибиты гвоздиками к небосводу и так далее. А вдруг появляется история куда более глубокая, человек теряется, он не может это принять. Этим можно объяснить, например, концепцию, которую продвигают противники технологии 5G, чипирования и так далее и тому подобное. Например, конспирологи везде найдут к чему придраться. Наверное, это тоже страх чего-то нового. Есть аффективная ригидность. Это там, где людям трудно приспособиться к эмоциональным переменам. И люди с аффективной ригидностью часто склонны к так называемым сверхценным идеям. Они за что-нибудь ухватываются, их с неё просто не сковырнуть, они за неё держатся изо всех сил. И мотивационная ригидность – то же самое. Люди, которым очень трудно сменить род занятий, например, они на своём месте могут очень хороши. Есть, кстати, места, где ригидность просто необходима. Например, рабочего конвейера или человек занят каким-то однообразным, вдумчивым, тщательным трудом. Главное, чтобы алгоритм не менялся. Да, ему не надоест, ему очень нравится, там ригидность хороша. Вот все эти виды ригидности могут сочетаться, могут проверяться по-разному. Но вот с чем я сталкиваюсь в психотерапии, человек не способный меняться, рано или поздно упирается в некое тупиковое отчаяние. Потому что мир вокруг него меняется, он отказывается это принять, и он не способен в мире функционировать. И реакции, может быть, от невротических до той же депрессии. То есть, у меня ощущение, что всё вокруг изменилось, и я в этом мире уже не нахожу себе места. Неважно, это мир моей семьи, это ли социальное устройство. И ощущение тупика, ощущение депрессии, а иногда и суицидальные мысли, поскольку мне просто нет места в этом мире. То есть, это ощущение бесполезности получается? И этого тоже, и бесполезности, и беспомощности. Давайте вспомним перестройку и 90-е годы, когда вдруг выяснилось, что масса профессий людей просто не способны кормить. И людям пришлось перестраиваться кто во что гораст. И многим, многим и многим это далось большой кровью, а некоторые так и не смогли перестроиться, некоторые просто сломались. Точно так же, когда кончились вольницы и бандитские времена, оказались люди, которые не способны вернуться к обычной нормальной жизни. Вот эта картина жизни для них не меняется. Или можно сказать про людей, которые вернулись с войны, допустим, и не могут найти себя в мирной жизни. То есть, везде, как мы замечаем, ригидность приводит к тупику, к травме и к какой-то эмоциональной катастрофе. То есть, финал ригидности всегда очевиден? В общем-то, да. Ну, можно я дополню еще чуть-чуть? Да, спустимся к телу. На уровне тела ригидность – это, ну, скажем так, замедленная неадекватная реакция на адекватный раздражитель. То есть, допустим, ну, там элементарно, да, вы застудили какую-то мышцу, да, то есть она вас тянет в определенную сторону, например, мышцы шеи. И вот она ригидная, да, потому что она не отвечает на раздражитель, да, вы не можете ее не растянуть, она потеряла свою эластичность и так далее. По-любому это защитная реакция организма, он специально так делает, да, для того, чтобы избавиться от воспалительного процесса, да, то есть он создает, он как бы шину накладывает в том месте, да, и он как бы этой боли руководит вашим поведением. Он говорит, это делай, это не делай, да, то есть надо просто слушать организм. С другой стороны, функциональная ригидность есть, да, это вот очень перекликается в психотерапии, да, то есть когда, допустим, тебе надо прыгнуть, ты присаживаешься, напрягаешь мышцы, ты создаешь функциональную ригидность, тем самым твои мышцы напряжены, ты как бы внутри себя создал точку опоры. И теперь самое главное, надо прыгнуть, потому что если ты не будешь прыгать, а только накапливать ригидность, тогда будет плохо, потому что ты, ну, вызовешь разрушение в организме. Наверное, то же самое в психотерапии, да, то есть если ты будешь постоянно готов, как бы, к каким-то вызовам, да, и ко всем одновременно, например, идя в тёмном лесу и руководствуясь сказками, всякими страхами, которые там есть, и ты будешь готов дать отпор сразу на всё, то ты выйдешь из леса абсолютно истощённым, хотя там нормальный лес, ничего там нет, и любой, кто там живёт, спокойно через него ходит. Но человек в состоянии страха, получается, находится в этом состоянии ригидности тоже в какой-то степени, потому что ведь он сковывает, как говорят. Это смотря какой уровень страха, то есть мы как-то говорили об этом, то есть если рептильный мозг работает, это первый уровень, тогда да, ты становишься скованным, вот как люди цепенеют от страха. Если ты всё-таки как бы перешёл на второй уровень, да, то есть это ты уже работаешь по принципу «бей или беги». На третьем уровне, да, то есть у тебя включаются мимические мышцы, тем самым, если с тобой что-то случается, с помощью мимики ты как бы привлекаешь социум, просишь у него помощи, да, ты всем телом показываешь, как бы первой сигнальной системой показываешь, что со мной что-то происходит, и мне надо помогать или ещё что-то делать. Понимаете, это всё зависит на каком ты уровне. Ну, то есть на первом уровне страха, получается, ригидность является вот эта накопительная функция, то есть когда человек, мышцы находятся в тонусе и готов дать отпор всем, это вот как раз то, о чём мы говорим, правильно? Ну, опять же, зависит от адаптивной способности человека. Если он сильно напугался, то он просто цепенеет, да, и просто, так сказать, отдаётся на милость победителя, то, что называется. Получается, тогда это в этом смысле страх не выполняет оберегающего? Нет, оберегающего, то есть тебя едят, но тебе не больно как-то. Ну, примерно, идея такая, да. Ригидность-то сможет привести тревога, например. Что такое тревога? Это, например, тревога, да, есть страх перемен. Я боюсь будущего, потому что я не уверен, что могу к нему адаптироваться. Поэтому люди, с которыми мы вместе работаем, часто напряжены очень сильно, они скованы. У них, ну, по крайней мере, Володя-то и знает лучше, с своей точки зрения. Но когда они приходят ко мне, я вижу людей с поднятыми напряжёнными плечами, вижу людей, у которых притянутые к одежде, у которых напряжённое выражение лица. Обычно с такими людьми я начинаю работу с таких сеансов релаксации. У нас звонок? Да, звонок, прим его. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Лариса. Да, Лариса. Вот я читала недавно книгу Рубиной об иммигрантах из Советского Союза в Израиле. Там женщины, интеллигентные женщины с высшим образованием, могли работать уборщицами, дворниками, продавщицами. А вот их мужья как-то в растерянности. Не выдумывали какую-то себе работу. То газеты какие-то хотели выпускать, то ещё что-то такое. Не значит ли это, что женщины более приспособлены? А вот у мужчин эта ригидность более ярко выражена. Спасибо. Я бы ответил однозначно да. Вот да и всё. Женщины более адаптивны. Как известно, они дольше живут. Как известно, женщины могут себе позволить слабость. Мужчины часто у них есть некая роль, которую они должны выполнять, по их мнению, по крайней мере. То есть, это заложники стереотипов. Да. Вот мы знаем людей, кстати, возвращаясь из нашей молодости, были люди, которые начинали себя ощущать бизнесменами. Вдруг их бизнес рушился. И, казалось бы, надо адаптироваться к происходящему в жизни, искать работу, заработок. Нет, но человек сидел только бизнесменом или никем. Поэтому он предпочитал лежать дома, впроголодь, порождать какие-то бесконечные бизнес-идеи, которые никогда не реализовывались. Но при этом просто пойти куда-то работать, его было невозможно. Это тоже та самая ригидность. Человек не может адаптироваться к нившейся обстановке, а там рядом находят депрессии, зависимости и тому подобные вещи, чтобы смягчить невыносимость этого положения. То есть, получается, что человек сам что-то создает и сам становится заложником этого чего-то, своего восприятия этой жизни. Я так понимаю. Да, он примеряет на себя некий наряд, некую роль, и дальше он просто боится за эту роль выйти. Он должен оставаться во что бы то ни стало, даже если она уже не работает. Даже если это уже явно приводит тебя в тупик. Но сказать себе «теперь я кто-то другой» для человека невозможно. От чего зависит уровень ригидности? То есть, это какая-то некая генетическая предрасположенность или это то, что закладывается, скажем, с воспитанием, например? С моей точки зрения, есть какие-то чисто формирующиеся личностные вещи. Есть один фактор, при котором ригидность появляется всегда. Это возрастной фактор. То есть, с возрастом человек становится консервативнее? Человек становится менее гибким во всех смыслах. И физические, и психологические, и так далее. Поэтому так много людей, которые держатся за систему сложившихся ценностей, действительно больше не работают. Но и тут есть личностные факторы. Мы все знаем людей, которым за 70 или за 80, и они живут достаточно насыщенной жизнью, и людей, которые сужают круг своих интересов и возможностей до предела, и в этом маленьком безопасном мире остаются. То есть, и нам тяжело, и им скучно, но, по крайней мере, безопасно. То есть, можно постареть и в 30? Можно. Вот и скажем. Мы как-то с тобой обсуждали философскую концепцию, которую я никак не мог выговорить. Экзистенциализм. Да, в общем, два дня ее надо учить. То есть, она нам очень близка, потому что, на самом деле, она базируется на том, что человек, задача его – найти смысл жизни. Потому что смысл жизни, как бы, сущность свою. Но объяснить, для чего мы здесь, по крайней мере. Да, ну, вообще. То есть, это основное – это познание. Задача человека – это познание, познать себя, познать свое зачем вообще, свою самость и так далее. На пути познания он вынужден делать выбор постоянно, что является причиной всех неврозов практически. Ну, так, перекрывает, скажем. Но дорога не прямая. Да, и вот здесь все зависит от того, как ты к этому относишься. Например, это экзистенциальная терапия, которая вот Яла Мадди, который вот как раз теорию жизнестойкости там разрабатывал. Ну, разработал. То есть, смысл в том, что как ты интерпретируешь. Если, допустим, депрессия является, как бы причиной депрессии является потеря смысла жизни, то психотерапевт помогает человеку посмотреть это с другой стороны. То есть, просто освободилось место для другой жизненной концепции. Если, допустим, ты тревожишься по поводу того, что сделать не можешь выбор, то тогда тебе помогают каким-то образом использовать свой ресурс. В первую очередь, осознать его и использовать. И самое главное, что в этой концепции обстоятельства не имеют никакого значения. То есть, у тебя нет на что валить, если с тобой что-то не так случается. Ты не должен искать виноватого. Всё связано только с тобой. Ты должен выживать в этом мире. Выживай. У тебя есть отвага, у тебя есть умение противостоять тяготам, и ты в нём живёшь. Ну да. Вот, например, дианетика, у них как бы с перехлёстом это выживает. То есть, это, ну, как бы такая жёсткая система выживания. То есть, крайности это плохо. Абсолютно нет. То есть, всё можно довести до абсурда. Но вот нам эта философия очень нравится. Здесь очень большой соблазн всё-таки найти виноватого, потому что мы встречаемся с этим ежедневно. Наверное, у всех есть знакомые, которые знают, кто виноват в том, что у него что-то не хочет. Внешнеобвиняющая позиция. Архимеда на все. Мы ищем точку опоры. И очень сложно ведь от этого отказаться. Она может быть конструктивная, и тогда ты правильно как бы нашёл и использовал её для того, чтобы измениться. Или деструктивная. Ты просто нашёл виноватого и успокоился. Да, и сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Это программа «Диагноз недели». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Диагноз недели». Сегодня мы работаем втроём. И, наконец-то, после почти трёхмесячного перерыва все вместе находимся в студии. Ариэль Дрюзинк Мартов, ведущий программы, у нас сегодня здесь. Да, и Владимир Рубенков, мой друг и коллега. И мы продолжаем, кстати, принимать звонки. Начнём с звонка, эту часть, наверное, программы. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Мартинч. Да, Мартинч. Здравствуйте. Да, я хотел вот такой вопрос задать. Среди моих знакомых есть и друзья, и знакомые, которые употребляют. Один употреблял, и две ещё употребляют активно наркотики, там, колец, ребят. И уже, ну, один уже со стажем где-то 15 лет, ну, я где-то так слышал. Вот. И вопрос такой. Наркомания или употребление в спиртных, ну, в таких больших дозах. И это тоже такая ригидность психики, ничего не менять, остаться вот в такой же луже, если так можно выражаться. Да, спасибо вам. Ну, давайте я попробую ответить на этот вопрос со своей точки зрения. То есть, если человек, ну, как бы отравляет себя чем-то, или у него есть пагубные пристрастия, то это происходит до той поры, пока он, как бы, не встретится с самим собой. То есть, когда-то это произойдёт, рано или поздно. То есть, у некоторых, к сожалению, это практически перед смертью. Но, в принципе, очень важно, чтобы этот человек действительно встретился со своим телом, как мы называем. То есть, если, допустим, ну, алкоголик, то есть, если бы, допустим, его выживание зависело от того, сможет ли он там пробежать 5 километров, например, то я думаю, что, скорее всего, то есть, он бросил бы пить. Если бы у него осталась, ну, какая-то часть его воли или вот этой самости, которая бы сказала ему, надо жить дальше. Да, то есть, вот он, как бы, когда он находится перед выбором. И я думаю, точно так же с любыми пагубными пристрастиями. То есть, в терапии, я вот, ко мне тоже приходят люди, которые принимают наркотики, и я вижу, что везде очень много психотерапии, это хорошо, и есть целая программа, это замечательно. Но там вообще нет никакой физической реабилитации. Они вообще не понимают, да, то есть, они как бы потеряли связь с телом вообще. Да, они живут, как бы, на одном пласту, и в какой-то момент им достаточно удобно. Они просто приходят, позволяют себя лечить и уходят. Это ригидность, получается? Нет, это приспосабливаемость, он не хочет меняться. Да, это не ригидность. Ну, как угодно назовите, отсутствие эластичности. Сейчас есть модное слово резилиентность. Резильенс – это тоже как эластичность, ну, как эластичность, то же самое. Вот назвали опять ребрендинг. Да, резилиентность. Я бы сказал немножко иначе. Вот слово Мартинь, что я бы отвел следующим образом. Это люди, которые с помощью зависимости пытаются бороться с той ригидность, которая у них уже есть. То есть, своими ресурсами, нет, своими ресурсами у них уже есть, они не справляются. Они не могут спать своими проблемами, они боятся любых перемен. И алкогольное опьянение, наркотическое опьянение дает иллюзию перемены. Именно иллюзию. И за эту иллюзию приходится очень дорого платить, потому что в итоге эта иллюзия оборачивается еще более жесткой ригидностью. Зависимый человек перемен боится в принципе. И чем дольше он зависим, тем меньше к ним способен. Потому что любая раздражающая ситуация составляет его снова уходить в предмет своей зависимости. И поэтому тут резистентность порождает резистентность, ригидность порождает ригидность. Такая длительная история. Хочу сказать, что на самом деле ригидность не всегда плохо, и гибкость не всегда хорошо. Но, во-первых, наверное, вот, Володя меня поправит, если что, я знаю, есть у людей, которые очень много посвящали времени разным растяжку, у них есть такая гиперподвижность суставов. Что-то в этом духе. Для них там у людей слишком перерастянуто тело. Что такое чрезмерная гибкость? Ну, допустим, можно сказать, что человек, который жил себе при советской власти, а при немце сразу стал полицаем, это гибкость, это адаптивность, это способность легко вписаться в новую среду, в новые обстоятельства. С какой ценой? И сколько можно писаться обратно? То есть, есть гибкость, которая сродни аморальности, сродни беспринципности. Есть момент, когда очевидная гибкость сродни тому, что ты придаешь все ценности, которыми ты жил и живешь, и очень легко их меняешь. То есть, коллаборационист – это человек гибкий? Очень. Он легко переходящий. Это принципы. Это вот мы говорим о смысле жизни. То есть, на каких стоит он черепахах? Сколько там у него слонов под ним, таких непоколебимых? То есть, если они так свободно меняются на других зверей, ну, это тоже гибкость. Есть же еще то, что мы, наверное, вот вы и сказали, наверное, ригидность-консерватизм. И отсюда выходит такое популярное заблуждение, что все консерваторы ригидны, а все либералы гибкие и адаптивные. Кстати, либералы, как мне кажется, они крайне ригидны, очень часто бывают. Если мы посмотрим нынче на происходящее в мире, мы видим, что люди, которые считают себя либералами, людьми левых взглядов, они ничуть не менее, а еще и более ригидны, чем консерваторы. У них есть совершенно жесткая система ценностей. И дальше, как сказал классик, кто не с нами, тот против нас. И никакая адаптация вообще не подразумевается. Я считаю, что ригидность это больше личностная черта, психологическая. Но я думаю, чем больше у человека независимости мышления, чем больше у человека интеллектуальное развитие, чем больше он способен воспринимать новую информацию, тем больше у него шансов уменьшать свою ригидность. Но при этом ведь человек проигрывает, потому что люди ригидные, люди, которые убеждены в том, что вот дорога только такая, только так идет, им легче убеждать в своей правоте других. То есть легче эту массу... Если человек живет в этой идее, ему в это проще. Возьмем самураев японских лет 200 назад. Какая-то такая гибкость. Ты не вписался в законы какие-то, просто делаешь себе сэппуку. То есть есть очень четкий, жесткий код, по которому ты живешь. Никакая гибкость там не допускается. Я думаю, что для многих людей такая ригидность следования жестким законам экономики очень упрощает жизнь. Живется намного проще. Я бы все объединил. Потому что представьте пружину. Она растянута или сжата. Это и то плохо, и то плохо. Потому что она существует только тогда, когда она двигается. Потому что, в принципе, с точки зрения остеопатии анатомии нет. Потому что как только появляется анатомия, уходит жизнь. Жизнь – это движение. И это даже движение по спирали. Если мы посмотрим на спираль, скажем, сверху, то мы увидим просто окружность. Если мы будем смотреть сбоку, то это будет какой-то зигзаг. И мы двигаемся. В одном положении мы можем обозвать это ригидность, в другом положении мы можем обозвать это эластичностью. То есть, в принципе, мы говорим о застреваниях разного рода, в каких-то положениях этого движения. Наша задача сделать так, чтобы это движение было свободным. Потому что, когда человек накап, вот он с возрастом становится твердым. То есть, ребенок, когда родился, он такой гомогенный, он как медуза, мешок с водой. У него есть дифференциация, но все равно все его существование оно таким образом устроено, что он абсолютно одинаковый везде. У маленького ребенка нет рук-ног, потому что он их не осознает, допустим, совсем маленький. И мама, и папа, и все окружение, это как бы его руки и ноги, которые ему что-то приносят, уносят. Он ориентируется только на запах, может быть. Но он даже анатомический, ведь когда младенец, у него даже череп еще. Да, и вдруг он, ну, в мозгу у него, как бы, если взять огромную часть мозга, отвечает только за сосание. То есть, это вот первый такой рефлекс важный. И он ему дает все, окситоцин, любовь, все через это он познает мир. Потом мы начинаем развиваться. Но мы продолжаем этот рефлекс реализовывать, когда мы волнуемся, мы чмокаем губами, кушаем ручки, грязем ногти, курим. Это все, да, как бы мы пытаемся, вот этот окситоцин, я бы даже сказал, сдоить как бы себя просто, да, то есть, таким способом. Вот. Поэтому очень важно, чтобы движение было свободным везде, на всех уровнях. Вот, допустим, те пациенты, которых мы лечим, я со своей стороны, как бы, да, балансирую работу на уровне тела. Физиотерапевт помогает человеку через упражнения познакомиться с собой заново. Психотерапия, да, то есть, помогает человеку найти душевное, эмоциональное равновесие. Это должно происходить одновременно. Насыщение этой информацией, да, и тело вынуждено меняться. Если человек сотрудничает, он будет меняться. И у нас огромное, ну, уже, можно сказать, большое количество пациентов, на которых просто смотришь и радуешься, не зря живем. Ну, вот так. Разумеется каким интересным вопросом, как можно, во-первых, осознавать свою ригидность, во-вторых, чтобы бороться с ней. Ну, потому что, как мы уже понимаем, нарастающая ригидность ничего хорошего нам не несет. То есть, это опять такой, какой-то древний защитный механизм, меньше перемен, меньше неизвестных переменных, и спокойнее живется, что на самом деле иллюзия. Наверное, я думаю, что одно из, один из признаков ригидности, когда начинаешь замечать, для тела понятно, когда для тебя тело, ты все меньше можешь принять какую-то новую позу, меньше нагнуться тебе тяжелее, и так далее, и так далее. Ну, это кулит. Подвижность, суставы сужаются, и тому подобное. Если чисто психологически, то ты замечаешь, что тебя раздражает любая новая информация. Ты замечаешь, и это сейчас, если ты читаешь какие-нибудь новые сведения, тебе хочется сказать чушь. С первых там трех строчек сказать, что это ерунда, что это выдумки, что это не имеет никакого значения. Любые новые социальные или политические тенденции ты объявляешь ересью, даже не задумавшись о них. Ну, и традиционные, кстати, взаимоотношения отцов и детей. Это естественно. Чем ты занимаешься? Вот в наше время, вот в наше время, вот это, например, один из примеров, мы все вечно детям поминаем, вот мы так любили Жюль Верна, мы так любили эти книги. Сейчас ты пытаешься ребенка-то читать, и понимаешь, что ребенка его не за что любить, потому что там полно воды, повторов, и это для современного ребенка совершенно негодная литература, к сожалению. Воды там действительно много. О, да. Вот. Когда мы все это осознаем, что-то надо делать. Сейчас очень много, кстати, на эту тему популярных книг о том, как обращаться со своим старением. И там советы, вовсе-то, всем известные. Привносить в жизнь как можно больше всего нового. Как бороться с ригидностью физической и в том числе интеллектуальной. Это новые занятия даже физически. Мы с Володей занимались вместе и тайцзи цюань, мы занимались фехтованием, мы занимаемся боксом. Володя еще занимается танго, еще какими-то вещами. А еще я пою. А еще он поет зачем-то. Что это дает? Все новая и новая система движения, культура движения, не дает тебе застояться. Учишь свое тело чему-то новому, я думаю, что наша психика должна успевать за телом. Для того, чтобы все это осваивать, мозг вовлечен. Это не просто рефлексия, которую ты вовлечен. Мозг работает в этот момент. То же самое, что происходит с нами в плане интеллектуальном. У нас всегда есть время и возможность что-то для себя находить, какую-то новую пищу для ума. Звонок? Да, примем его. Здравствуйте, как вас зовут? Сорвался у нас звонок. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 звоните. У нас программа «Диагноз недели». Все в студии сегодня. Что такое ригидность мысленно? Когда люди перечитывают только то, что они читали в своей молодости. Они пересматривают старые фильмы, перечитывают старые книги. Говорят, Чарльд Чаплин на старой стиле смотрит только свои фильмы, сидел перед экраном и все время хохотал. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Добрый день. Вот мне интересует ситуация полнать жертва. Значит, любому человеку можно усложнить жизнь. Например, запугивать, обманывать, унижать. Вот. И это приводит к перегрузке в гнетене психики, как что она может пострадать. Вот. Можно ли утверждать, что травля и репрессии, которые являются в принципе психоэмоциональным насилием, доводят людей до травм психики, и это по-другому называется психосоматическое расстройство. Спасибо. Вы, Сергей, немножко какие-то вещи спутали. Конечно, насилие, унижение и так далее человека психологически травмируют. Тут не поспоришь. Психосоматическое расстройство не всегда проявляется именно так. Может проявляться чисто психологическими расстройствами, депрессиями, неврозами и так далее. Ну, конечно, может быть и психосоматические расстройства. Я хочу продолжить. Так вот, борьба с ригидностью. На самом деле подвергание себя всё время какой-то новой системе, встраиваться в новую систему. Знаний, движений, восприятие новых видов искусства. Это не значит, что мы должны сегодня быть условно, как говорили, коммунистами, а завтра полицаями. Но мне кажется, в тот момент, ты понимаешь или ловишься на том, что тебе всё ясно и понятно, кругом молодёжь, сплошные глупцы не понимают, что творят, и что основные твои источники информации о мире это старые книги и любимые каналы в телевизоре и в интернете, в этот момент тебе пора задуматься, что со мной. В этот момент, тебе пора задуматься, что, возможно, будет травматично. Не знаю, когда мы пытались сеть на шпагат, занимаясь чем, было больно. Любые упражнения давали нам некую дискомфортность. Но, мне кажется, если мы хотим не сохранять эту иллюзию комфорта, управляемый, регулируемый дискомфорт, возникающий при познании о своём ничего-то нового, это неизбежная часть спасения себя от той самой ригидности. Да, но здесь ведь возникает, как мне кажется, проблема, если человек в определённый момент думает, что он знает всё и знает, как устроен мир, и что, допустим, если мы говорим о концепции отцов и детей, молодёжь ведётся неправильно, ему же очень сложно понять, что с ним что-то не то, потому что, когда ты знаешь, что ты во всём прав, то как ты признаешь то, что у тебя проблема? Я и думаю, что ты можешь себе сказать, мне кажется, что я во всём прав, со мной что-то не так, это первый звонок. Если ты кажешь, во всём прав, то это точно не во всём прав. Ну, да, это называется, наверное, простым словом предвзятость, когда ты уже всё решил за всех и за себя в том числе, естественно, ты закрыт для новой информации. То есть, это опять же нет движения, потому что я где-то уже, может, даже на прошлой передаче, что болезнь — это нарушение движения, или это движение физического, или это движение, допустим, крови по сосудам, жидкости в теле, или движение импульсов по нервам, или движение мыслей. И задача врача как раз-таки восстановить это движение в полном объёме, да, и дать возможность человеку, да, то есть вернуть себе способность к изменениям. Если этой способности нет у человека, да, вот тогда происходят такие вещи, да, то есть человек застревает на чём-то, да, он хватается, вот это вот то, что я говорил, точка опоры, она может быть какая-то конкретная, да, может быть такая более сложная, да, он целые конструкции строит, да, то есть, и в принципе он даже не внутри, а снаружи, он за неё держится, да, и с ней ходит как с флагом, да, везде. Вот я такой, тем более, тем, вот у нас есть примеры, чем более как бы ущербным себя человек чувствует, тем он приверженец более сильной позиции, например, там, Сталин всех спас, там, или ещё что-нибудь такое, да, там, вот, Ленина на вас не, ну, такие какие-нибудь, да, то есть, окей, да, то есть, может быть, имеет место, любая быть точка зрения, да, ну, просто ходить с ней как с флагом, или там, ты крещённый, или не крещённый. То есть, это поиск врага и поиск того, кого можно наказать, правильно? Но это даёт тебе ощущение того, что ты сильный, да, что у тебя есть, как бы, позиция, неважно какая. А враг – это тот, кто стоит под сомнение твоей ценности. И тогда ты можешь дискутировать, у тебя это как бы допуск, Это не дискуссия, мне кажется. Нет, это допуск общаться с людьми, допустим, с интеллектуалами, которые ведутся. Может быть, они как бы умные люди, но вот ведутся на это. И это его, питает его эго, да, это самость ему. Но это то, что, мне кажется, в школе, может быть, часто происходит, когда слабый мальчик вдруг получает поддержку какого-то сильного и начинает творить не очень хорошие вещи. Или та же дедовщина, которая в армии была распространена, когда духи вырастают до дембелей, начинают делать с теми, то, что делали с ними. Ну вот у таких людей есть определенные выражения лица. Может, я не прав, да, но вот, допустим, у людей, которые говорят про себя, что у них синдром выгорания, у них вот примерно такое выражение лица, как у ребенка, которого большие мальчишки во дворе послали за конфетами, за его же счет. И вот он идет, и у него такое чувство причастности к сильным, ну, дворась его как бы так. Распирает от гордости, да, потому что они ему обещали покровительство, да, понимаете, ложное ощущение, да. Ощущение принадлежит некой силе. Ну да. Сильная система. Опять, сильный, вы же знаете, это известное, если вы говорите, восточная мудрость, очень любит выражение, что то, что слабое, жизнеспособно, потому что гибко, то, что силь, чем более оно сильное, тем более оно жесткое, и слет оно ближе к смерти. И ощущение, что твои, как это, учения Маркса всесильны, потому что оно верно. И ощущение, что твои жизненные принципы абсолютно верны, потому что всесильны, рано или поздно приводят тебя к какому-то краху. Ты вдруг обнаружишь, что ты безнадежно отстал от времени, что к тебе относятся в худшем случае, тебя не слышат, в лучшем случае вызываешь насмешку и сочувствие, потому что ты превращаешься в сварливого старика, который не готов услышать, вокруг мир изменился. Но человек всё-таки, вот насколько вероятно, что он сможет дойти до этого осознания, или он будет жить в иллюзии о том, что он прав до конца своей жизни? Ну вот, всё зависит от отношения. То есть, вот, допустим, самое расхожее. То есть, человек ложится на спину, кладёт руки себе на грудную клетку. И все говорят, вот он лежит в позе покойника. Или всё-таки это покойник лежит в позе спящего человека. То есть, ну вот, то есть, как посмотреть? Есть ещё некоторые всё-таки склады личности. Есть так называемый эпилептоидный склад личности. Он почему называется? Потому что у людей, которые долгие годы болеют эпилепсией, возникают своеобразные личностные изменения. И одно из них, вот это такая ригидность, неспособность свернуть с выбранной темы. Есть паранояльный склад личности, паранояльный склад мышления, который тоже не предполагает под собой перемен. Он очень ригидный. Но таких людей не так много. Я думаю, что есть, простите, биологические вещи. Есть атеросклероз сосудов, есть возрастные изменения той же самой психики. Наверное, даже в рамках этого у нас есть какой-то зазор, где мы можем стараться что-то изменить, где мы можем пытаться услышать что-то. чем раньше мы начинаем думать, что мы несовершенны, чем раньше мы начинаем допускать, что наши взгляды несовершенны, что мы можем ошибаться, что мы можем менять свою точку зрения, чем раньше мы эту концепцию запоминаем, тем все-таки у нас лучше перспектива в старости хоть как-то адаптироваться к этому миру. Мы не можем полностью убрать процесс нарастания регид, мы можем очень замедлить и мы можем максимально долго сохранять гибкость тела, гибкость мышления, гибкость подвижность эмоций и тому подобное. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу, программа диагноз недели, мы вернулись в обычный режим работы и уже с этой недели и по всей последующей неделе уже будем встречаться в следующей неделе. В следующей неделе выходной. Значит, через неделю. Мы вернулись, но не сразу. Надо постепенно входить в рабочий ритм. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго.